Добро пожаловать на Снорин Кэтплей! Но все только думали и предполагали, а что будет на самом деле, никто не знает. Вот нам раздали GTA, пятую, в которую я благополучно играю на своем канале, на котором вы смотрите это видео. Вот вы можете сюда спуститься, посмотреть здесь много всего интересного. Сейчас я немножко, конечно, в GTA залип. Она очень интересная, вот пару дней ничего не выпускал, потому что готовлю видосики. И время уходит на монтаж, не хочу выпускать какое-нибудь непотребство. Ну и в принципе можете тут Daylight посмотреть, GTA четвертую, War Z рубились с ребятками. Что здесь, ну Fallout по кайфу было, Ведьмака играю. Ну и в принципе, в принципе, легко и непринужденно можете вот так вот ткнуть. Здесь вот блуждание по мирам, все прохождения, которые есть на канале, с удовольствием можете посмотреть. Итак, работаю над контентом, готовлю много всего интересного и не только прохождения. Работаю над сценариями, чтобы это было нормально, по-человечески выглядело, без лишней нудятины и ненужного говна. Специально старался не смотреть, не читать, не искать, чтобы не знать, что может выпасть. Намного интереснее, когда ты не знаешь, что может оказаться в тайном сундучке. Зато видосик по поводу выхода GTA набрал 260 просмотров, это по меркам моего канала не так много, но это очень приятный факт. И вообще все по кайфу на самом деле, живем, развиваемся. А сегодня я хотел бы немножечко о GTA Online поговорить, потому что есть у нас, благо, время, пока не откроется волшебный чемоданчик. Если вдруг были вопросы по поводу цивилизации, пока не знаю, когда буду ее играть, сейчас начинается рабочий период. Ищем проекты, рекламируемся изо всех сил в инстаграмах. Так что если вдруг вы живете в Бишкеке и вам нужно видео, вы знаете, как меня найти. Можете и в том числе на почту написать. Так что вообще изи пизи. По поводу GTA Online я за две последние недели, в принципе, неплохо его изучил. Научился создавать, ну как научился, посмотрел в интернете, как создавать открытые и закрытые сессии, чтобы ты был на сервере один, чтобы спокойно гонять груз туда-сюда. И если честно, некоторые миссии просто вмораживают. Я многое для ютуба не снимаю, потому что, ну зачем, это просто гринд ради гринда, учитывая, что сейчас я стараюсь накопить на игровые залы. Но сначала ночной клуб, потому что в ночном клубе открываются новые замечательные миссии. И получается так, что с бункером он далеко, его нужно будет по-любому покупать ближе, это страшный гемор. Сегодня была забавная ситуация, я просто вышел из своей квартиры и попал в мир Лос-Антоса, чтобы выполнить три миссии ежедневной задачи. Я одну выполнил, остальные выполню немножко позже, потому что по итогу недели, если вы выполните 10 миссий, вам заплатят миллион. Я хочу проверить одну интересную штуку, если по итогу больше 10 миссий собрать, получим ли мы 2 миллиона? Потому что суммарно, если каждый день выполнять по три задачи, получается как раз 21 задание в день. И возможно это будет 2 миллиона, мне бы хотя бы один получить, потому что в связи с тем, что я немного увлекся поисками, немного не заходил и не заработал свой первый миллион, хотя было бы очень полезно. Так вот, по поводу смешной ситуации сегодня, значит я зашел, сделал задание, поехал по заданию бункера, надо было украсть припасы, сырье. Я спокойно долетел на вертолете, приезжаю, стоит старая такая раздолбанная тачка, я такой, окей, сейчас начнется какая-то заваруха, сажусь в тачку, никакой заварухи не начинается. Окей, я уезжаю, мне ехать 10 километров. Вы знаете, что такое 10 километров в GTA, это 5-6 минут, ты просто едешь на сраной тарантайке до бункера. Еду и жду, что на меня в любой момент кто-нибудь нападет, но никто не нападает. Я, в общем-то, спокойно доезжаю, отдаю товар, окс, готово. Беру следующую задачу, чтобы, ну, типа забить склад и пойти по своим делам далее. Прилетаю, нужно было разобраться с Мэри Уэзер, что-то там у них взломать, есть в игре. Я первый раз столкнулся, один раз мы сталкивались там с Локтер, вскрывал этот замок, я не видел, как он выглядит. Сегодня выпала эта задача мне. Короче, пробираюсь я к Мэри Уэзер, нахожу кодовый замок. И там циферки, не циферки, буковки нужно быстро нажимать, чтобы разблокировать его. Окей, тыкаюсь, пыркаюсь, не могу понять, какого хрена происходит. Выхожу на рабочий стол, смотрю, у меня раскладка русская стоит, я такой думаю, окей, это странно, если это так работает. Переставляю на английскую, не работает. Возвращаюсь на рабочий стол, оно на русский переставилось. Я такой, да твою мать. В итоге, я не смог закончить эту миссию, просто побегал, посходил с ума, поорал, понервничал, потому что пробраться к ним было не так уж и просто, они все время рандомно из воздуха появляются, это очень странная тема в GTA Online, когда вы всех постреляли, и тут за твоей спиной внезапно появляется несколько человек, расстреливают вас просто нахрен, и ты такой, чё? Чё это за говно, только что случилось? Так вот, если вы будете играть в GTA Online, просто ставьте английскую раскладку. Я не уверен, так ли это работает, но сегодня ни одна клавиша не сработала. Может быть, я тупой, что-то делал не так, обязательно почитаю в гугле, что с этим делать. Ещё была забавная ситуация, мне нужно было доставить груз на самолёте. Естественно, ненавижу самолёты, не знаю, вот прям вот не умею я управлять. Сколько бы я ни пытался, я всегда расхреначу сраный самолёт. Значит, сажусь я в самолёт, у меня товара там где-то тысяч на 80, на 90, уже точно не помню, это будет в эпизоде, один из ближайших, он, по-моему, первый после этого видео будет. Значит, заряжаюсь я, лечу очень долго, естественно, это же GTA Online, это же огромная карта, летим до хера тысяч лет. И он мне говорит, сбросить груз, нажмите стрелку. Окей, я нажимаю стрелку. В итоге я нажимал все стрелки, которые можно было нажать. На клавиатуре так и не сбросил груз и расхреначился. Это было очень странно, очень тупо. И, если честно, вот эти миссии с доставками на самолёте можно было бы вообще упразднить. Иногда получается, знаете, хороший денёк, ты спокойно доставил сырьё в бункер, всё, пошла жара, движуха. Ты доставил сырьё, тебе печатают фальшивые бабки, нормально, пошла движуха. Ну, иногда эта игра просто убивает всё настроение. Ты заходишь, ты пытаешься поиграть, у тебя нихера не получается, тебе выпадают блюдочные задания. И ты просто забиваешь на это болт и закрываешь игру. Так что я очень надеюсь, что на этой неделе я смогу заработать миллион и купить ночной клуб. Потому что это отличный метод рубить бабки. Не знаю точно, как он сам по себе работает, об этом я узнаю, когда куплю ночной клуб и поставлю всё это на производство. Прикол у меня с приобретением боеприпасов. Когда запускаем миссию какую-то, каждый раз он мне предлагает купить дохрена ли он боеприпасов. У меня уровень уже высокий, 31-й вроде, или 30-й, что-то около того. И каждый раз я отдаю 6 с лишним тысяч за патроны. Я скидываю это всё на то, что с новым уровнем ты можешь купить всё больше и больше и больше патронов. И это отнимает кучу денег. Так что GTA Online в плане бабла очень злая штука. Она очень сильно иногда убивает настроение. Но если вы с кем-то играете, то вообще супер и полнейший кайф. Нужно купить летающий мотоцикл и летающую DeLorean. И тогда, мне кажется, всё будет чин по чину. У нас остаётся 30 секунд. И мне интересно, я же забрал. Да, в коллекции. Я забрал всё чётко. Что за игру нам могут предложить Epic Games Store? Я понимаю, в соотношении с GTA V, Цивилизация 6 не такая эпичная игра. Но всё же это очень весело. Всё же почему-то мне кажется, что это будет какой-то из Borderlands. Просто давайте выясним. И у нас сейчас будет открытие комнаты тайной. Это Borderlands. Это... Это Borderlands. Это прикольно. Ага, ну да, естественно, но поначалу не работает. Кто бы сомневался. Да, нам выдают Borderlands The Handsome Collection. Что за коллекция? Я пока не могу посмотреть, что за коллекция. Покажите мне, что это за коллекция. Я хочу себе Borderlands. Потому что у них есть кооп. И это восхитительно. Мы снова обновились. Заходим. Страница не найдена. Ха-ха-ха-ха. Короче. Там, наверное, что-то интересное в составе есть. Сейчас у них всё это заработает. И вы можете заходить прямо сейчас забирать. Не знаю, что там входит в коллекцию. Но Borderlands 1. Это тоже замечательная вещь. Я её когда-то давным-давно играл на PlayStation. И сейчас с огромным удовольствием посмотрю. Жалко, что нет вот этой шикарной анимации открывания двери. Потому что в первый раз это было просто фантастическо. Хотя, может быть, потому что они GTA представляли. Типа, охренеть, не встать. Вот вам GTA. Забирайте её на здоровье. Радуйтесь, наслаждайтесь. Играйте в онлайне. По кайфу. Окей. Страница не найдена. Это... Это... Тупо. Заходите. Забирайте игру. Заходите на мой канал. Смотрите видосы. Подписывайтесь. Бейте в колокол. Потому что... Ну, весело. Камон, вы... Попробуйте любое видео. Просто рандомное видео. Вам понравится 100% в Дайлайт. Потому что... Муа! Сочно его записываю. Красиво монтирую. Обожаю эту игру. Отлично. Дела идут с GTA Online. Первые пара серий были странные. Тупники. Но это того стоило. Сейчас новые эпизоды выйдут. Там уже, знаете, я немножко адаптировался. Всё по кайфу. Ведьмака можете посмотреть. Отличные эпизоды получились. Картинка. Уф. Просто графоний обожаю. War Z можете посмотреть. Мы к нему даже обязательно вернёмся. Может быть через пару неделек. Потому что сейчас не получается ничего делать. Кроме GTA. На обычный я тратил в течение дня время. Для того, что... Обы. Как вы понимаете. Записывать пару игрушек. Сейчас только GTA. Только хардкор. Так вот. Вернуться на главную. Последняя тебе попытка, братишка. Так. Магазин. Бесплатная. Ты мне отдашь её? Нет. Он мне не отдаёт. Так что не забывайте комментировать всё это. И... Я надеюсь, вам понравилось видео. И понравится на канале. Добро пожаловать на Snorring Cat в Play. И... Увидимся, когда увидимся. Всем пока. Эй, стой, стой. Подожди, не уходи. Срочное включение. Смотрите. Мне разрешили получить. Да, давайте заберём сразу незамедлительно Borderlands. Сколько он? 30 баксов. Супер. Огромное спасибо Epic Games Store. Просто смонтировал эпизод. Решил зайти. Возможно ли забрать. И... Да, я доволен. Доволен. Да, супер. Смотрите. В коллекцию входит первая часть. В коллекцию входит вторая часть. И в коллекцию входит ещё какое-то дополнение. Отлично. Это просто охренительно. Стены... Да, значит, в какой-то из моментов времени я однажды доберусь до него. До Эго. Короче. И буду записывать Borderlands. Бл***ь. Это волшебно. Это просто охренительно. Заходите, короче, забирайте первые две части. Это сочно. Вместо дюймов. assisted сейферы. Это проехалarre. Это проехалл coordinator. Деньги Theatre. Бл***ь. Продолжение следует...